Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 933. События дня. Серахов, 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 6 июля 2017 года. Главное событие вчера было, что к нам приехал человек на крещение из Сатарстана. Ну а дальше, чтобы познакомились поближе. И вот двор второй, который Павлов был, Никита там одно время прибыл. Все разбросаны, дрова рубил кто-то и бросал их по ограде. Не собрали, все травой заросло и пришлось ползать, буквально по травинке выбирать. Ну и закончили до обеда. Человек помог тут, Владимир Галендухин. Ребятишки по полежку таскают, и все равно три поленицы сложили там внутри, в сарае. Это событие для нас. Там зайти нельзя было, а дальше мы уже эту всю траву надо было выносить, там называем куб. Ну, два метра на два метра или больше, и так укладываем траву. Она места мало занимает, перегнивает, и там можно сделать, как, посадить что-то потом, последствия заброшенного дома. Были беседы. Сестры ходили купаться, братья тоже. Вот это такое. И вечерняя, потому что с седьмого, то есть сегодня, день рождения величайшего пророка изрожденных женами Иоанна Крестителя. Вот люди бегают, обливают друг друга сегодня. А тоже объяснение есть такое. Раз они не крещеные, обрызганные, так вот хоть облить, хоть обливанием. Хотя это не относится, но напоминание. Служба длинная была больше, вот как обычно. Потом пришли. И вот вечером, вчера у меня было большое огорчение. Я сказал, мыть полы, потому что льют много воды, а там пол полностью сгнил. Гнил. В прошлом году мы едва-едва. Позапрошлым уже, получается, восстановили. Заново лаги. Все в труху. Даже гвозди эти сгнили. Когда строили, кто? Они почему-то отдушины не сделали у дома. И дом был 13 лет, наверное, заброшенный. Ну, вот так вот. Запретил. Сам буду подметать и влажной тряпкой. Прям нальют, вода стоит. Прихожу вчера. Сергей Пупко поставил собак. Урагана и верного. Мне надо прогулять, накормить. Все сделал. Захожу. Опять вода. Опять сбрызгивает. И вода просто стоит лужицами. Ну, что сказать. Переживал, не знаю как. Ну, что, прямо вредительство. Самое настоящее вредительство. Предупреждал. Еще день тому назад. Говорил. Все, кто имеет отношение, отобрал ведра, тряпки. Все отобрал. Все равно найдут и все равно нальют. Это ничем нельзя объяснить. Сатана. Искушение. Искушение такое сильное было. Это для меня, ну, представь себе, пол гнилой. Ходить нельзя. Комната вышла из строя. Это полностью закрытый дом. 81 квадратный метр. Зачем? Ходим разу. Об уши. Подмел. Влажную тряпку отжал. Ну, и протер. И больше ничего не было. Ни одной капли не было. Не то. Смотрит, глазами моргает. И дальше продолжает делать. Лукавый. Искушает. Искушает очень сильно. Так. Выговорить. Выговорил. Екатерина Голубева сразу, скорее, взяла там веник. Я ей веник спрятал. Я говорю, я сам буду все делать это. Только не лейте вы в воду, ради Бога. Бесполезное дело. Глазами глядят. Деревянное лицо делают. И как будто бы с человека нет, истукан стоит перед тобой. А это, Екатерина, сразу давай подметать, убирать все это. Тихо, мирно. С молитвой. Познакомились. Она мне очень понравилась. Вот так вот делать. А здесь нет. Дети ваши. Ну, за ними можно смотреть-то. Ребенок твой. Почему безнадзорный тем более? Она стоит и ребенок. Говорит, а дочь в мать. Вот это искушение какое. Даже ночью пришлось больше размышлять об этом. С чем это связано? Ко мне не расположенность? Нет. А что? Ничего нет. Вот привыкли так жить, куда ветер дует. Тут и ветра-то нет никакого. Просто дверь у нас в США скрыта. Сатана входит и хозяйничает. Это ужасное состояние. Трудное состояние. Не знаю. Тем более люди готовятся к окрещению. И такое прямо искушение. Потому что пропадает дом. Дом пропадает. Я выхожу, вы опять воду льете. Ведер решил сегодня вынести окончательное решение переселить в другой дом этих людей. То есть лишите возможности. И приходить только на обед и сразу уходить. Не годится это. И это невозможно. Как мы трудно пол делали. Как доставать доски. Это сороковка. Доставали. Как это? Сколько стоит? Привозили. Трудно. Потом мы их протравливали. Прививали. Так. Со щелями осталось. Они сыроватые доски были. Никаких других таких, сказать, событий тут у нас нет больше. Интересно. Один тут мальчик. Илюша. Своих родственников. Почему они его бросают? Одиннадцать лет такой маленький везде. Ну, вреднющий, ужасно бегает. Батюшка его захватил. Там, где наш шнек идет с зерной. Он туда лезет и ногами. Ногу сразу оторвет. А тут работает кто? Отсвечается с другой стороны. Они из города привезли. Баптистский ребенок. Некрещеный. И отпускает собаку. Собака у нее в клетке. Хорошая хаска. В прошлом году у меня, считай, уничтожила кошку. А здесь я привез бы их. Она как дикая, на которых ездят там, на нартах. И они такие, кошек давят там, сами жрут их. И вот вчера здесь так же он не хотел нигде работать. Я ему везде отказал заходить. А тут прибежал. Мы кончили работать. Я пришел работать. Как работать? Уже закончили за обед. Но я ему дал там несколько лопухов унести, чтобы что-то было. Он 10 или 11 лопухов отнес. Ну, лопух. Саи-то срубленный. Все. Только перенести. Ну, накормили. Он собаку берет, отпустил. Она почти в храм забежала. Батюшка выговорил. Кого он живет? Я тоже и сказал. Вот видишь. Совершенно беспризорный как бы ребенок. У верующих живет. С утра до вечера где-то ходит. И пакости делает. Раз работать нисколько не хочет, он будет воровать. О, вырастите. Рядом свой будет. Кто крал, впредь не кради. Но трудись своими руками. А раз с руками не трудились, отсюда вывод впереди, что написано. Тут и толковать ничего не надо. Ну, и показать наши ресурсы. Вот, люблю я очень мой мир. Вот он как выглядит. Тут писать можно. Спрашивать. Это потеряевка вид. Кто-то прислал это письмо. От митрополита Сергия Иванникова было. Поздравление с двухсотлетием потеряевки. Вот. Дальше ленточный наш православный форум 1607. И канал. Большой наш канал. 20 578 подписчиков и 20 704 312 просмотров. Кто-то говорит, что это неверные цифры. Что, дескать, кто-то нагоняет эту. Я ничего не знаю. Ничего не. Просто мне это не дано понять. Как так это умеют люди делать? Ну, тут что, события дня. Вот борьба с репьемой заинтересовала людей. Это 19 уже человек посмотрело. Абмер площади бывшего лагеря Стана, ставшего музеем 25. Домашний воскресный концерт. 29 человек посмотрели. И вот большое сегодня Паисия Великого. Житие. Сейчас 19.29. Единственный человек, который был опостился, не пил, не ел 70 дней. Не 40, а 70. Что-то невероятно сказочное. Ну, вот так вот. Так и есть. Больше сегодня у нас ничего тут нет такого. Благодарим Господа. Все-таки день был прожит. По милости Христа. Нам очень понравился. Вот приехал в Татарстан человек. Как его расположенность к этому. вышел, прослезился. Даже с того времени, как я вас встретил, узнал, все рассказывает. Сегодня побольше, может, будем закончиться богослужения. Вернемся. И пойдем в лагерь. Тут приезжают люди. Сегодня будет открытие музея. Открытие. Для чего он назначил. Некоторые еще понять никак не могут. Вот так. Вот так.